В стенах музыкального колледжа имени Григория Ширмы не бывает скучно. Концерты и различные конкурсы сменяют друг друга, но неизменной остается творческая атмосфера. Здесь не смолкают звуки музыки и рождаются новые таланты. Вот и на этот раз со сцены звучит золотой голос саксофона. Публика здесь умеет по достоинству оценить и выбор произведения, и мастерство музыканта. Концерт заканчивается, но учащийся отделение духовых инструментов впереди ждет еще одно интересное событие. Сегодня я приехал из города Минск, меня зовут Николай Гуркин, я мастер по ремонту духовых инструментов. Сегодня я с ребятами делюсь о том, как нужно следить за своим инструментом, особенности данного инструмента, полагаясь на свой опыт. Я стараюсь привить, чтобы ребята интересовались, знали и понимали, что так же, как автомобиль. Если он технически неисправен, к сожалению, он не будет должным образом передвигаться. Дорогостоящий качественный инструмент саксофон не терпит небрежного отношения и нуждается в соответствующем уходе. А для концертирующих учащихся крайне важно уметь обнаружить неполадки до выступления, чтобы устранить их. Ведь публике не объяснить технические моменты, для нее артист должен выступить блестяще и с первого раза. Наши учащиеся эксплуатируют инструменты в довольно напряженном режиме, потому что у нас есть много оркестров. Это и специальность. Поэтому за инструментом необходимо следить и надо наших детей приучать к этому. И то, что есть люди, которые занимаются этим и могут поделиться своим бесценным опытом, это очень хорошо. И то, что они приезжают, откликаются на наши предложения, это замечательно. И я думаю, что детям это будет очень полезно, немножко с профессиональной точки зрения отнестись не только к исполнительству, но и к сохранению и отношению бережному к своему инструменту. Каждый из присутствующих получил от мастера советы по диагностике и другие полезные рекомендации. Все участники вынесли для себя ценную информацию, ведь когда еще удастся встретиться с профессионалом такого уровня? Я занимаюсь на инструменте каждый день, участвую в концертах, поэтому бывает всякое, может с инструментом случиться, все что угодно. Такие мастер-классы очень нужны, поэтому... Я активно участвую во всех международных республиканских конкурсах, то есть я уже был на подобного рода мастер-классах, и этот как бы привнес в мое понимание что-то новое, так как каждый имеет какую-то свою точку зрения по поводу ухода за инструментом, исполнительского мастерства, и вот сегодня, в частности, я узнал, что перекрытие инструмента бывает разных видов, форматов, и очень было бы интересно попробовать какое-то из этого. Ну что ж, инструменты прошли регулировку и отстройку. Все остальное теперь зависит только от исполнителя.